привет меня зовут вика и в принципе кстати сейчас я наверняка вспомнили своих училок со школы английского языка литературы русского которых называли мари ванны и так далее я категорически против этого меня все студенты называют либо виктория если уж очень нужно как-то официально либо вика потому что все эти отчества всегда выстраивают такую непробиваемую стену и всегда кажется что не знаю человек как минимум должно быть лет 40 чтобы его называли по имени отчеству ну вообще это долгая история но если уж вы жмакнули на это видео вы наверно к этому готовы да сперва у меня было много предубеждений по поводу этой профессии потому что я думаю что вы все помните тех учителей нафталиновых которые не то чтобы не вызывают стремление быть похожими на них а в принципе они вызывают отвращение к любому предмету и мне почему-то всегда казалось что все преподаватели это жутко не устроенные в жизни люди преимущественно женщины без личной жизни без каких-то устремлений помимо работы у меня есть личная жизнь и так сложилось что я провожу четкую параллель между тем какая личность у преподавателя и как это влияет на студентов потому что если вы видите препода который во первых но хотя бы чуть-чуть приятно выглядит нормально разговаривает и нормально разговаривает и мотивирует вас стать похожим на себя да то есть вы смотрит обалдеть как он знает историю как интересно рассказывает я тоже так хочу если вы такого ощущения нет тогда и любви к предмету тоже не возникает в ньютонах в ньютонах это вопрос для меня достаточно серьезный потому что сейчас очень много преподавателей есть которые орудуют отличное слово на просторах instagram youtube и так далее и почему-то они все очень сильно скрывают свой уровень знания языка а иногда даже вообще не говорят своих видео на английском языке то есть например там сказали одно слово и довольные ходят и я думаю что когда вы например ищите стоматолога или косметолога вы обращаете внимание на его образование на его компетенцию и я считаю что того что допустим лет 20 назад вы закончили универ и получили пусть даже красный диплом это абсолютно не значит что вы до сих пор качественно владеете тем что должны уметь в своей профессии потому что без практики навыки все теряются я стараюсь постоянно проверять себя бросать себе вызов и например недавно сдавала сертификат cpi который подтверждает уровень владения языка на уровне владения языком не русским не русский на по-русскому я не сдавала таких экзаменов что очевидно этот экзамен подтверждает владение языком на уровне носителя на самом деле я бы не стала говорить о том что он все я теперь как носитель нет потому что спустя какое-то время я буду снова сдавать эти экзамены потому что несмотря на то что они бесстрочные кстати все равно нужно будет через какое-то время снова проверить потому что так или иначе если вы не будете активно работать над своими навыками вы деградируете самое главное в любом деле абсолютно любом это любовь Как сентиментально звучит. Нет, на самом деле, в принципе... На самом деле, на самом деле, на самом деле... На самом деле я считаю, что в любом деле, абсолютно любом, самое важное это любовь. Потому что даже если вы, не знаю, какая самая есть мерзкая профессия, ассенизатор, например, но вы при этом очень любите то, чем занимаетесь, и вам нравится, что люди потом счастливы... Кто? Практолог. Ну да. Любить английский проще, чем... Пожалуй, да. Главное, чтобы человек горел своим делом и любил его. И то же самое с английским. Если в человеке развить понимание того, что это круто, что это, ну, разумеется, я не буду умалчивать, а что это требует больших усилий. Вам нужно работать над собой постоянно, если вы хотите действительно хорошо говорить на английском и, в принципе, ориентироваться там. Но, тем не менее, если привить к этому любовь и показать, что это не так уж сложно, то у всех все получится. Я не помню, я нажал на запись или нет. Серьезно? Ну, если прям так сразу, то, наверное, в голове всплывают только два слова. Consciousness, сознание, и constipation. Это запорно, звучит-то красиво, верно? Constipation. Ну, во-первых, я категорически против такого линейного текста, когда объясняют просто грамматику вот таким куском. Сам разберись, сам пойми. Мне кажется, что так как давно один замечательный человек, Тони Бьюзен, придумал майндкарты, грехами не пользоваться, и поэтому у меня есть майндкарты на все грамматические темы практически, и с помощью них можно запоминать информацию куда проще. Кроме того, никто не отменял коммуникативного метода, потому что все знания, которые вы получаете, нужно сразу же переводить в коммуникативный навык, потому что, ну, знаете, вы все времена, но если вы никогда не разговаривали, а только изубрили, то откуда появится такая способность? Ну, еще, разумеется, нужно смотреть всякие сериальчики, слушать музыку, в общем, не забывать об удовольствии, потому что если вы только учите, учите и учите, то никакого удовольствия в это вы получать не будете. Я думаю, те люди, которые смотрели «Сияние», помнят такую фразу «All work and no play makes Jack a dull boy». Так что, если вы будете постоянно только работать, работать, работать и не получать удовольствие, не веселиться, то боюсь, что с английским у вас не сложится. Первое и самое главное, если вы вдруг пришли на этот канал с целью выучить английский за два месяца или что-нибудь такое, то, простите, вы не по адресу, потому что я в это не верю. Чудес не бывает. Если вы хотите выучить язык, то вам так или иначе придется усердно работать. Разумеется, я могу вам помочь, я могу делать свои видео, и вы будете по ним изучать грамматику, комментировать. Но не надо думать, что можно выучить английский во сне или за два часа. Не, ну, во-первых, потому что я объективно клевая. Во-вторых, если вам понравилось это видео, то, как я разговариваю, выражаю свои мысли, то, скорее всего, мы с вами сходимся по темпоритмам. А это очень важно. Если вам человек подходит по темпоритму и темпераменту, то тогда вам будет ненапряжно со мной работать. Вот. Но еще, как бы, это бесплатно. Вы здесь смотрите видяшки, я только что и делаю, что их монтирую, а вы просто смотрите готовенько. Я всегда проверяю ваши примеры, и два раза в неделю посмотреть видео, это не так уж сложно. А еще и сделать подготовленные для вас упражнения. Так что... Так что подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о моем канале своим друзьям, и ждите четверга. Больше всего меня раздражает, когда люди считают, что они чего-то не могут. Если вы, например, смотрели Lost, то вы помните фразу Don't tell me what I can't do. Не говорите мне, чего я не могу делать. А, к сожалению, многие преподаватели допускают такую оплошность и говорят людям, ну, как бы, у тебя нет способности к этому, ты не сможешь, у тебя не получится. И человек, разумеется, опускает руки и ничего не делает. То есть, например, если бы... Ну, например, теоретически, если бы, когда я была маленькой, мне попалась клевая училка по математике, и она бы меня поддерживала, я, может быть, вообще ученый внутри, глубоко, очень. Нет, ну, меня бесит именно сталкиваться, когда я сталкиваюсь с людьми, которых покоробили тем, что им сказали, что ты ничего не можешь, тебе ничего не получится. А ученики тебя не бесят некоторые? Ученики? Может тебя бесить те, кто приходит и думает, что они смогут за неделю получить английский? Ну, к счастью, во-первых, я могу с ними это обсудить, а во-вторых, если мне не нравятся ученики, я с ними не работаю. Удобно? Кстати, да, тоже хорошее отличие от всяких школьных преподавателей, потому что у них особо выбора нет. Я могу все-таки повыбирать. Фонтировать видео. Ненавижу монтировать видео. Я люблю читать, я люблю смотреть сериальчики, мне кажется, большая часть моей жизни как раз прошла за просмотром сериалов. И все, я люблю путешествовать. Я вам оставлю ссылку на свой инстаграм, посмотрите, там всякие красивые фоточки есть. Что я люблю делать? Ты же, кстати, как человек, который меня знает. Что я люблю делать? Чит в инстаграме. Подожди, это все? Сложный вопрос. Ты сама допускаешь? Да. То есть мне все будут? Конечно. В следующем видео. Ну, я специально сейчас же подкачиваюсь, а потом со следующего видео буду головой снимать. Уфьь. Пуфь. Ха. Найдво к тебе раз toothpене. Нет. Уфь. Уфь.